Глава 7. Расширяющаяся Вселенная Если посмотреть на небо ясной безлунной ночью, то самыми яркими объектами, скорее всего, окажутся планеты Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А еще вы увидите целую россыпь звезд, похожих на наше Солнце, но расположенных намного дальше от нас. Некоторые из этих неподвижных звезд в действительности едва заметно смещаются друг относительно друга при движении Земли вокруг Солнца. Они вовсе не неподвижны. Это происходит потому, что такие звезды находятся сравнительно близко к нам. Вследствие движения Земли вокруг Солнца мы видим эти более близкие звезды на фоне более далеких из различных положений. Тот же самый эффект наблюдается, когда вы едете на машине, а деревья у дороги словно бы изменяют свое положение на фоне ландшафта, уходящего к горизонту. Чем ближе деревья, тем заметнее их видимое движение. Такое изменение относительного положения называется параллаксом. В случае со звездами это настоящая удача для человечества, потому что параллакс позволяет нам непосредственно измерить расстояние до них. Самая близкая звезда, Проксима Центавра, удалена от нас примерно на четыре световых года, или сорок миллионов миллионов километров. Большинство других звезд, видимых невооруженным глазом, находятся в пределах нескольких сотен световых лет от нас. Для сравнения, от Земли до Солнца всего восемь световых минут. Звезды разбросаны по всему ночному небу, но особенно густо рассыпаны они в полосе, которую мы называем «млечным путем». Уже в 1750 году некоторые астрономы высказывали предположение, что вид «млечного пути» можно объяснить, если считать, что большинство видимых звезд собраны в дискообразную конфигурацию, наподобие тех, что мы теперь называем «спиральными галактиками». Только через несколько десятилетий английский астроном Уильям Гершель подтвердил справедливость этой идеи, кропотливо подсчитывая число звезд, видимых в телескоп на разных участках неба. Тем не менее, полное признание эта идея получила лишь в 20-м столетии. Теперь мы знаем, что «млечный путь» — наша галактика — раскинулся от края до края приблизительно на сто тысяч световых лет и медленно вращается. Звезды в его спиральных рукавах совершают один оборот вокруг центра галактики за несколько сотен миллионов лет. Наше Солнце — самая обычная желтая звезда средних размеров, находится у внутреннего края одного из спиральных рукавов. Определенно, мы проделали длинный путь со времен Аристотеля и Птолемея, когда люди считали Землю центром Вселенной. Современная картина Вселенной начала прорисовываться в 1924 году, когда американский астроном Эдвин Хаббл доказал, что «млечный путь» — не единственная галактика. Примечание. Серьезные аргументы в пользу внегалактической природы туманности Андромеды и ряда других объектов существовали и до Хаббла. Однако Хаббл первым обнаружил в туманности Андромеды цифеиды, по которым смог определить расстояние и тем самым доказал ее внегалактическое расположение. Конец примечания. Конец примечания. Конец примечания. Конец примечания. Является ее яркость. Но видимая яркость зависит не только от расстояния до звезды, но также и от светимости звезды, количество испускаемого ею света. Тусклая, но близкая к нам звезда, затмит самое яркое светило из отдаленной галактики. Поэтому, чтобы использовать видимую яркость в качестве меры расстояния, мы должны знать светимость звезды. Светимость ближайших звезд можно рассчитать по их видимой яркости, поскольку благодаря параллаксу мы знаем расстояние до них. Хаббл заметил, что близкие звезды можно классифицировать по характеру испускаемого ими света. Звезды одного класса всегда имеют одинаковую смятимость. Далее он предположил, что если мы обнаружим звезды этих классов в далекой галактике, то им можно приписать ту же светимость, какую имеют подобные звезды поблизости от нас. Располагая такой информацией, несложно вычислить расстояние до галактики. Если вычисления, проделанные для множества звезд в одной и той же галактике, дают одно и то же расстояние, то можно быть уверенным в правильности нашей оценки. Таким способом Эдвин Хаббл вычислил расстояние до девяти различных галактик. Примечание. Здесь необходимо сделать ряд уточнений. Первое. Идея классификации звезд по типам принадлежит не Хабблу. Основы современной гарвардской спектральной классификации звезд заложил на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков американский астроном Кеннон. Второе. Связь между светимостью и спектральным классом звезд обнаружил тоже не Хаббл, а Герцшпрунг и Рессел. Третье. Не все звезды одного спектрального класса имеют одинаковую светимость. Почти в каждом классе есть обычные звезды и звезды-гиганты значительно большей светимости. Четвертое. Обычные звезды были в те времена неразличимы в других галактиках. Поэтому Хаббл использовал для оценки расстояния до галактик именно звезды-гиганты, причем не обычные, а особого типа переменные звезды-цефеиды, светимость которых периодически меняется. Их особенность состоит в том, что период переменности напрямую связан со светимостью в максимуме блеска. Именно измеряя период изменений блеска-цефеид в других галактиках, Хаббл смог определить их светимость и расстояние до них. Конец примечания. Сегодня мы знаем, что звезды, видимые невооруженным глазом, составляют ничтожную долю всех звезд. Мы видим на небе примерно пять тысяч звезд. Всего лишь около 0,01% от числа всех звезд нашей галактики Млечного Пути. А Млечный Путь — лишь одна из более чем сотни миллиардов галактик, которые можно наблюдать в современные телескопы. И каждая галактика содержит порядка сотни миллиардов звезд. Если бы звезда была крупинкой соли, все звезды, видимые невооруженным глазом, уместились бы в чайной ложке. Однако звезды всей Вселенной составили бы шар диаметром более 13 километров. Звезды настолько далеки от нас, что кажутся светящимися точками. Мы не можем различить их размер или форму. Но, как заметил Хаббл, есть много различных типов звезд. И мы можем различать их по цвету испускаемого ими излучения. Примечание. Первым это заметил не Хаббл. Различие цвета звезд известно с глубокой древности. Первые попытки спектральной классификации звезд были предприняты в середине 19 века. Конец примечания. Ньютон обнаружил, что если солнечный свет пропустить через трехгранную стеклянную призму, он разложится на составляющие цвета, подобно радуге. Относительно интенсивность различных цветов в излучении, испускаемом неким источником света, называется его спектром. Фокусируя телескоп на отдельной звезде или галактике, можно исследовать спектр испускаемого ими света. В числе прочего, излучение тела позволяет судить о его температуре. В 1860 году немецкий физик Густав Кирхгов установил, что любое материальное тело, например, звезда, будучи нагретым, испускает свет или другое излучение, подобно тому, как светятся раскаленные угли. Свечение нагретых тел обусловлено тепловым движением атомов внутри них. Это называется излучением черного тела, несмотря на то, что сами нагретые тела не являются черными. Спектр чернотельного излучения трудно с чем-нибудь перепутать. Он имеет характерный вид, который изменяется с температурой тела. Поэтому излучение нагретого тела подобно показаниям термометра. Наблюдаемый нами спектр излучения различных звезд всегда похож на излучение черного тела. Это своего рода извещение о температуре звезды. Если внимательно изучить звездный свет, он сообщит нам еще больше информации. Мы обнаружим отсутствие некоторых строго определенных цветов, причем у разных звезд они будут разными. И поскольку мы знаем, что каждый химический элемент поглощает характерный для него набор цветов, то, сравнивая эти цвета с теми, что отсутствуют в спектре звезды, мы сможем точно определить, какие элементы присутствуют в ее атмосфере. В 1920-е годы, когда астрономы начали изучать спектры звезд в других галактиках, было обнаружено нечто очень интересное. Это оказались те же самые характерные наборы отсутствующих цветов, что и у звезд нашей собственной галактики. Но все они были смещены к красному концу спектра, причем в одинаковой пропорции. Физикам смещение цвета или частоты известна как эффект Доплера. Мы все знакомы с тем, как это явление воздействует на звук. Прислушайтесь к звуку проезжающего мимо вас автомобиля. Когда он приближается, звук его двигателя или гудка кажется выше, а когда машина уже проехала мимо и стала удаляться, звук понижается. Полицейский автомобиль, едущий к нам со скоростью 100 км в час, развивает примерно десятую долю скорости звука. Звук его сирены представляет собой волну чередования гребней и впадин. Напомним, что расстояние между ближайшими гребнями или впадинами называется длиной волны. Чем меньше длина волны, тем большее число колебаний достигает нашего уха каждую секунду и тем выше тон или частота звука. Эффект Доплера вызван тем, что приближающийся автомобиль, испуская каждый следующий гребень звуковой волны, будет находиться все ближе к нам и в результате расстояния между гребнями окажутся меньше, чем если бы машина стояла на месте. Это означает, что длины проходящих к нам волн становятся меньше, а их частота выше. И наоборот, если автомобиль удаляется, длина улавливаемых нами волн становится больше, а их частота ниже. И чем быстрее перемещается автомобиль, тем сильнее проявляется эффект Доплера, что позволяет использовать его для измерения скорости. Свет и радиоволны ведут себя подобным же образом. Полиция использует эффект Доплера для определения скорости автомобилей путем измерения длины волны, отраженного от них радиосигнала. Свет представляет собой колебания или волны электромагнитного поля. Как мы отмечали в главе пятой, длина волны видимого света чрезвычайно мала. От сорока до восьмидесяти миллионных долей метра. Человеческий глаз воспринимает световые волны разной длины, как различные цвета. Причем наибольшую длину имеют волны, соответствующие красному концу спектра, а наименьшую относящиеся к синему концу. Теперь представьте себе источник света, находящийся на постоянном расстоянии от нас. Например, звезду, испускающую световые волны определенной длины. Длина регистрируемых волн будет такой же, как у испускаемых. Но предположим теперь, что источник света начал отдаляться от нас. Как и в случае со звуком, это приведет к увеличению длины волны света, а значит спектр сместится в сторону красного конца. Доказав существование других галактик, Хаббл в последующие годы занимался определением расстояний до них и наблюдением их спектров. В то время многие предполагали, что галактики движутся беспорядочно и ожидали, что число спектров, смещенных в синюю сторону, будет примерно таким же, как число смещенных в красную. Поэтому полной неожиданностью стало открытие того, что спектры большинства галактик демонстрируют красное смещение. Почти все звездные системы удаляются от нас. Еще более удивительным оказался факт, обнаруженный Хабблом и обнародованный в 1929 году. Величина красного смещения галактик не случайна, а прямо пропорциональна их удаленности от нас. Другими словами, чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется. Отсюда вытекало, что Вселенная не может быть статичной, неизменной в размерах, как считалось ранее. В действительности она расширяется. Расстояние между галактиками постоянно растет. осознание того, что Вселенная расширяется, произвело настоящую революцию в умах, одну из величайших в двадцатом столетии. Когда оглядываешься назад, может показаться удивительным, что никто не додумался до этого раньше. Ньютон и другие великие умы должны были понять, что статическая Вселенная была бы нестабильна. Даже если в некоторый момент она оказалась бы неподвижной, взаимное притяжение звезд и галактик быстро привело бы ее к сжатию. Даже если бы Вселенная относительно медленно расширялась, гравитация в конечном счете положила бы конец ее расширению и вызвала бы сжатие. Однако если скорость расширения Вселенной больше некоторой критической отметки, гравитация никогда не сможет его остановить и Вселенная продолжит расширяться вечно. Здесь просматривается отдаленное сходство с ракетой, поднимающейся с поверхности Земли. При относительно низкой скорости тяготение в конце концов остановит ракету и она начнет падать на Землю. С другой стороны, если скорость ракеты выше критической больше 11,2 километра в секунду, тяготение не может удержать ее, и она навсегда покидает Землю. Исходя из теории тяготения Ньютона, такое поведение Вселенной могло быть предсказано в любой момент в 19 или 18 веке и даже в конце 17 столетия. Однако вера в статическую Вселенную была столь сильна, что заблуждение сохраняло власть над умами до начала 20 столетия. Даже Эйнштейн был настолько уверен в статичности Вселенной, что в 1915 году внес специальную поправку в общую теорию относительности, искусственно добавив в уравнение особый член, получивший название космологической постоянной, который обеспечивал статичность Вселенной. Космологическая постоянная проявлялась как действие некой новой силы, антигравитации, которая, в отличие от других сил, не имела никакого определенного источника, а просто была неотъемлемым свойством, присущим самой ткани пространства времени. Под влиянием этой силы пространство время обнаруживало врожденную тенденцию к расширению. Подбирая величину космологической постоянной, Эйнштейн мог варьировать силу данной тенденции. С ее помощью он сумел в точности уравновесить взаимное притяжение всей существующей материи и получить в результате статическую вселенную. Позже Эйнштейн отверг идею космологической постоянной, признав ее своей самой большой ошибкой. Как мы скоро убедимся, сегодня есть причины полагать, что в конце концов Эйнштейн мог все же быть прав, вводя космологическую постоянную. Но Эйнштейна должно быть более всего удручало то, что он позволил своей вере в неподвижную вселенную перечеркнуть вывод о том, что вселенная должна расширяться предсказанной его же собственной теорией. Кажется, только один человек разглядел это следствие общей теории относительности и принял его всерьез. Пока Эйнштейн и другие физики искали, как избежать нестатичности вселенной, российский физик и математик Александр Фридман наоборот настаивал на том, что она расширяется. Фридман сделал относительно вселенной два очень простых предположения, что она одинаково выглядит, в каком бы направлении мы не смотрели, и что данное положение верно, независимо от того, из какой точки вселенной мы смотрим. Опираясь на эти две идеи и решив уравнение общей теории относительности, он доказал, что вселенная не может быть статической. Таким образом, в 1922 году, за несколько лет до открытия Эдвина Хаббла, Фридман в точности предсказал расширение вселенной. Предположение, что вселенная выглядит одинаково в любом направлении, не совсем соответствует действительности. Например, как мы уже знаем, звезды нашей галактики формируют на ночном небе отчетливую светлую полосу, млечный путь. Но если мы посмотрим на отдаленные галактики, похоже, их число будет более или менее равным во всех частях неба. Так что вселенная выглядит примерно одинаково в любом направлении, если наблюдать ее в крупном масштабе по сравнению с расстояниями между галактиками и игнорировать различия в малых масштабах. Представьте себе, что вы в лесу, где деревья растут беспорядочно. Посмотрев в одном направлении, вы увидите ближайшее дерево в метре от себя. В другом направлении, самое близкое дерево обнаружится на расстоянии трех метров. В третьем, вы увидите сразу несколько деревьев в одном, двух и трех метрах от себя. Не похоже, будто лес выглядит одинаково в любом направлении. Но если принять во внимание все деревья в радиусе километра, такого рода различия усреднятся, и вы увидите, что лес одинаков по всем направлениям. Долгое время однородное распределение звезд служило достаточным основанием для принятия фридмановской модели в качестве первого приближения к реальной картине вселенной. Но позднее счастливый случай обнаружил еще одно подтверждение того, что предположение Фридмана удивительно точно описывает вселенную. В 1965 году два американских физика Арно Пензиас и Роберт Вильсон из Bell Telephone Laboratories в Нью-Джерси отлаживали очень чувствительный микроволновый приемник. Микроволнами называют излучение с длиной волны около сантиметра. Пензиаса и Вильсона беспокоило, что приемник регистрировал больший уровень шума, чем ожидалось. Они обнаружили на антенне птичий помет и устранили другие потенциальные причины сбоев, но скоро исчерпали все возможные источники помех. Шум отличался тем, что регистрировался круглые сутки в течение всего года, независимо от вращения Земли вокруг своей оси и ее обращения вокруг Солнца. Так как движение Земли направляло приемник в различные сектора космоса, Пензиас и Вильсон заключили, что шум приходит из-за пределов Солнечной системы и даже из-за пределов галактики. Казалось, он шел в равной мере со всех сторон космоса. Теперь мы знаем, что куда бы ни был направлен приемник, этот шум останется постоянным, не считая ничтожно малых вариаций. Так Пензиас и Вильсон случайно наткнулись на поразительный пример, подкрепляющий первую гипотезу Фридмана о том, что Вселенная одинакова во всех направлениях. Каково происхождение этого космического фонового шума? Примерно в то же время, когда Пензиас и Вильсон исследовали загадочный шум к приемнике, два американских физика из Принстонского университета Боб Дик и Джим Пибблс тоже заинтересовались микроволнами. Они излучали предположение Георгия Джорджа Гамова, в прошлом студента Александра Фридмана, о том, что на ранних стадиях развития Вселенная была очень плотной и добела раскаленной. Дик и Пибблс полагали, что если это правда, то мы должны иметь возможность наблюдать свечение ранней Вселенной, поскольку свет от очень далеких областей нашего мира приходит к нам только сейчас. Однако вследствие расширения Вселенной этот свет должен быть столь сильно смещен в красный конец спектра, что превратится из видимого излучения в микроволновое. Дик и Пибблс как раз готовились к поискам этого излучения, когда Пензиас и Вильсон, услышав об их работе, поняли, что уже нашли его. За эту находку Пензиас и Вильсон были в 1978 году удостоены Нобелевской премии, что кажется несколько несправедливым в отношении Дика и Пибблса, не говоря уже о Гамове. На первый взгляд тот факт, что Вселенная выглядит одинаково в любом направлении, свидетельствует о том, что мы занимаем в ней какое-то особенное место. В частности, может показаться, что раз все галактики удаляются от нас, то мы должны находиться в центре Вселенной. Есть, однако, другое объяснение этого феномена. Вселенная может выглядеть одинаково во всех направлениях так же и при взгляде из любой другой галактики. Если помните, именно в этом и состояло второе предположение Фридмана. Мы не располагаем никакими научными аргументами за или против второй гипотезы Фридмана. Столетия назад христианская церковь признала бы его еретическим, так как церковная доктрина постулировала, что мы занимаем особое место в центре мироздания. Но сегодня мы принимаем это предположение Фридмана по едва ли не противоположной причине, из своего рода скромности. Нам показалось бы совершенно удивительным, если бы Вселенная выглядела одинаково во всех направлениях только для нас, но не для других наблюдателей во Вселенной. Во фридмановской модели Вселенной все галактики удаляются друг от друга. Это напоминает расползание цветных пятен на поверхности надуваемого воздушного шара. С ростом размеров шара увеличиваются и расстояния между любыми двумя пятнами, но при этом ни одно из пятен нельзя считать центром расширения. Более того, если радиус воздушного шара постоянно растет, то чем дальше друг от друга находятся пятна на его поверхности, тем быстрее они будут удаляться при расширении. Допустим, что радиус воздушного шара удваивается каждую секунду. Тогда два пятна, разделенные первоначально расстоянием в один сантиметр, через секунду окажутся уже на расстоянии двух сантиметров друг от друга, если измерять вдоль поверхности воздушного шара. Так что их относительная скорость составит один сантиметр в секунду. С другой стороны пара пятен, которые были отделены десятью сантиметрами, через секунду после начала расширения разойдутся на двадцать сантиметров, так что их относительная скорость будет десять сантиметров в секунду. Точно так же в модели Фридмана скорость, с которой любые две галактики удаляются друг от друга, пропорциональна расстоянию между ними. Тем самым модель предсказывает, что красное смещение галактики должно быть прямо пропорционально ее удаленности от нас. Это та самая зависимость, которую позднее обнаружил Хаббл. Хотя Фридману удалось предложить удачную модель и предвосхитить результаты наблюдений Хаббла, его работа оставалась почти неизвестной на Западе, пока в 1935 году аналогичная модель не была предложена американским физиком Говардом Робертсоном и британским математиком Артуром Уокером уже по следам открытого Хабблом расширения Вселенной. Фридман предложил только одну модель Вселенной, но при сделанных им предположениях уравнения Эйнштейна допускают три класса решений, то есть существует три разных типа фридмановских моделей и три различных сценария развития Вселенной. Первый класс решений тот, который нашел Фридман предполагает, что расширение Вселенной происходит достаточно медленно, так что притяжение между галактиками постепенно замедляет и в конечном счете останавливает его. После этого галактики начинают сближаться, а Вселенная сжиматься. В соответствии со вторым классом решений Вселенная расширяется настолько быстро, что гравитация лишь немного замедлит разбегание галактик, но никогда не сможет остановить его. Наконец, есть третье решение, согласно которому Вселенная расширяется как раз с такой скоростью, чтобы только избежать схлопывания. Со временем скорость разлета галактик становится все меньше и меньше, но никогда не достигает нуля. Удивительная особенность первой модели Фридмана то, что в ней Вселенная не бесконечно в пространстве, но при этом нигде в пространстве нет никаких границ. Гравитация настолько сильна, что пространство свернуто и замыкается на себя. Это до некоторой степени схоже с поверхностью Земли, которая тоже конечна, но не имеет границ. Если двигаться по поверхности Земли в определенном направлении, то никогда не натолкнешься на непреодолимый барьер или край света, но в конце концов вернешься туда, откуда начал путь. В первой модели Фридмана пространство устроено точно так же, но в трех измерениях, а не в двух, как в случае поверхности Земли. Идея о том, что можно обогнуть Вселенную и вернуться к исходной точке, хороша для научной фантастики, но не имеет практического значения, поскольку, как можно доказать, Вселенная сожмется в точку прежде, чем путешественник вернется к началу своего пути. Вселенная настолько велика, что нужно двигаться быстрее света, чтобы успеть закончить странствие там, где вы его начали, а такие скорости запрещены. Теория относительности. Во второй модели Фридмана пространство также искривлено, но иным образом, и только в третьей модели крупномасштабная геометрия Вселенной плоская, хотя пространство искривляется в окрестности массивных тел. Какая из моделей Фридмана описывает нашу Вселенную? Остановится ли когда-нибудь расширение Вселенной, и сменится ли оно сжатием, или Вселенная будет расширяться вечно? Оказалось, что ответить на этот вопрос труднее, чем поначалу представлялось ученым. Его решение зависит главным образом от двух вещей, наблюдаемой ныне скорости расширения Вселенной и ее сегодняшней средней плотности, количества материи, приходящегося на единицу объема пространства. Чем выше текущая скорость расширения, тем большая гравитация, а значит и плотность вещества требуется, чтобы остановить расширение. Если средняя плотность выше некоторого критического значения, определяемого скоростью расширения, то гравитационное притяжение материи сможет остановить расширение Вселенной и заставить ее сжиматься. Такое поведение Вселенной отвечает первой модели Фридмана. Если средняя плотность меньше критического значения, тогда гравитационное притяжение не остановит расширение, и Вселенная будет расширяться вечно, как и во второй Фридмановской модели. Наконец, если средняя плотность Вселенной в точности равна критическому значению, расширение Вселенной будет вечно замедляться, все ближе подходя к статическому состоянию, но никогда не достигая его. Этот сценарий соответствует третьей модели Фридмана. Так какая же модель верна? Мы можем определить нынешние темпы расширения Вселенной, если измерим скорость удаления от нас других галактик, используя эффект Доплера. Это можно сделать очень точно. Однако расстояние до галактик известны не очень хорошо, поскольку мы можем измерять их только косвенно. Поэтому нам известно лишь то, что скорость расширения Вселенной составляет от 5 до 10 процентов за миллиард лет. Еще более расплывчаты наши знания о нынешней средней плотности Вселенной. Так, если мы сложим массы всех видимых звезд в нашей и других галактиках, сумма будет меньше сотой доли того, что требуется для остановки расширения Вселенной, даже при самой низкой оценке скорости расширения. Но это далеко не все. Наши и другие галактики должны содержать большое количество некой темной материи, которую мы не можем наблюдать непосредственно, но о существовании которой мы знаем благодаря ее гравитационному воздействию на орбиты звезд в галактиках. Возможно, лучшим свидетельством существования темной материи являются орбиты звезд на периферии спиральных галактик, подобных Млечному Пути. Эти звезды обращаются вокруг своих галактик слишком быстро, чтобы их могло удерживать на орбите притяжение одних только видимых звезд галактики. Кроме того, большинство галактик входят в состав скоплений, и мы можем аналогичным образом сделать вывод о присутствии темной материи между галактиками в этих скоплениях по ее влиянию на движение галактик. Фактически, количество темной материи во Вселенной значительно превышает количество обычного вещества. Если учесть всю темную материю, мы получим приблизительно десятую часть от той массы, которая необходима для остановки расширения. Нельзя, однако, исключить существование других, еще неизвестных нам форм материи, распределенных почти равномерно повсюду во Вселенной, что могло бы повысить ее среднюю плотность. Например, существуют элементарные частицы, называемые нейтрино, которые очень слабо взаимодействуют с веществом и которые чрезвычайно трудно обнаружить. В одном из новых нейтринных экспериментов используется подземный резервуар, заполненный пятьюдесятью тысячами тонн воды. Считается, что нейтрино невесомы и поэтому не вызывают гравитационного притяжения. Примечание. Даже если нейтрино не имеют массы покоя и движутся со скоростью света, они все равно, подобно фотонам, обладают энергией, а значит, эквивалентной массой и участвуют в гравитационном взаимодействии. Суммарная энергия таких нейтрино слишком мала, чтобы повлиять на судьбу Вселенной, но формально утверждение о том, что безмассовые частицы не вызывают гравитационного притяжения, не совсем точно. Самые последние годы в нейтринной обсерватории Сетбери в Канаде и на японском нейтринном детекторе Кам-Лэнд получены надежные данные о том, что нейтрино имеют хотя и очень небольшую, но отличную от нуля массу покоя. Конец примечания. Однако исследования нескольких последних лет свидетельствуют, что нейтрино все же обладает ничтожно малой массой, которую ранее не удавалось зафиксировать. Если нейтрино имеют массу, они могли бы быть одной из форм темной материи. Тем не менее, даже с учетом такой темной материи, во вселенной похоже, гораздо меньше вещества, чем необходимо для остановки ее расширения. До недавнего времени большинство физиков сходилось на том, что ближе всего к реальности вторая модель Фридмана. Но затем появились новые наблюдения. За последние несколько лет разные группы исследователей изучали мельчайшую рябь того микроволнового фона, который обнаружили Пензиас и Вильсон. Размер этой ряби может служить индикатором крупномасштабной структуры Вселенной. Ее характер, похоже, указывает, что Вселенная все-таки плоская, как в третьей модели Фридмана. Но поскольку суммарного количества обычной и темной материи для этого недостаточно, физики постулировали существование другой, пока не обнаруженной субстанции, темной энергии. И словно для того, чтобы еще больше усложнить проблему, недавние наблюдения показали, что расширение Вселенной не замедляется, а ускоряется, вопреки всем моделям Фридмана. Это очень странно, поскольку присутствие в пространстве вещества высокой или низкой плотности может только замедлять расширение. Ведь гравитация всегда действует как сила притяжения. Ускорение космологического расширения это все равно, что бомба, которая собирает, а не рассеивает энергию после взрыва. Какая сила ответственна за ускоряющееся расширение космоса? Ни у кого нет надежного ответа на этот вопрос. Однако, возможно, Эйнштейн все-таки был прав, когда ввел в свое уравнение космологическую постоянную и соответствующий ей эффект антигравитации. С развитием новых технологий и появлением превосходных космических телескопов мы стали то и дело узнавать о Вселенной удивительные вещи. И вот хорошая новость. Теперь нам известно, что Вселенная продолжит в ближайшее время расширяться с постоянно возрастающей скоростью. А время обещает длиться вечно, по крайней мере, для тех, кому хватит благоразумие не угодить в черную дыру. Но что же было в самое первое мгновение? Как начиналась Вселенная и что заставило ее расширяться? заставило 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 Продолжение следует...